Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами встречу по поводу нашего здоровья, по поводу того, как его сохранить. Это очень такой вопрос сегодня, который боятся ставить и одни, я имею ввиду врачи официальной медицины, и другие целители. Потому что лечить проще, лечить проще, добьемся снижения активности, и уже хорошо, уже мы считаем, что мы вылечились. Но не есть самое хорошее. Но, во-первых, я сегодня буду, естественно, продолжать отвечать на ваши вопросы. Так что, если они есть, я готов на них отвечать, это первое. И второе, 23 число у нас с вами на носу, а это там как бы гарантированный конституционный праздник в нашей стране, поэтому 23 числа передача будет тоже в записи. Обратите на это внимание. Так что, вот, это я хотел вам сообщить. А теперь вопрос вот какой. У меня к вам всем. Потому что, ну, как вам сказать, я не могу почерпнуть из ваших вопросов, которые вы задаете, но какой-то общий вопрос. Общий. Понимаете? Потому что известно, что с 40-45 лет мы начинаем с вами болеть, мы начинаем с вами стареть и умирать. Вот как нам в этой вот ситуации быть? Ну, а сейчас я готов выслушать вопрос. Пожалуйста, я слушаю. Алло, Анатолий Ефимович. Да. Алло. Да, да. Анатолий Ефимович, здравствуйте. Доброе утро. Алло. Да, да. Доброе утро. Анатолий Ефимович, Виталина Ивановна вам звонит. Вы знаете, вот у меня такой вопрос. У меня у мамы постоянно вот начинается уже артроз. И вот во время воспаления у нее вот воспаляются суставы. Вот как вот в острый период можно вот ей помочь. Мы делали с ней примочки из корня лопуха. Но боль отступает, но все равно вот все возвращается. Ага. Еще что? Что еще делали? А так, в принципе, она здорово. В принципе, ничего ее так не волнует. Вот только вот суставы воспаляются, болят. И очень тяжело ей на ноги наступать. Ирина Ивановна? Это вроде у нее в порядке. Что в порядке? Вес. Вес в порядке. А сердце? А сердце? Сердце тоже, давление у нее нормальное. Ритми нет никаких. Ну, хорошо. А кишечник? А вот, ну, с кишечником проблемы вот немного возникают. Ирина Ивановна, правильно? Да. Ирина Ивановна, скажите мне, пожалуйста, так что вы от меня хотите? Просто я вам хотела совет. Вот как можно еще вот ей чем помочь? Мы и сорбенты с ней пили. Ну, облегчение, конечно, есть от этого. Но вот все равно вот как-то все возвращается. И воспаление у нее вот периодически. Понятно. И сколько времени вы пили сорбенты? А вот так же курсами, по три курса. По скольку дней? В течение года три раза проходили. Значит, смотрите, Ирина Ивановна, первое, сорбенты обязательно. Так я вам об этом говорить не буду. Ну, это мы знаем. Лишний раз говорить. Зачем? Вы знаете сами. А второе, что можно сделать? Значит, ну, сейчас вы ничего не найдете. До весны осталось немножко, уже один месяц. Да, появится хрен, зеленые листья. Сделайте вот что. Сделайте, пожалуйста, квас. Поболотого? Да. Из листьев хрена. Листьев хрена. Не самого корня, а листьев хрена, да? Ага. Вы не волнуйтесь, он не жесткий, он не злой, он там, скажем так, ничего не делает, значит, квас из хрена, пожалуйста, ну, сколько им пользоваться? Ну, по крайней мере, месяц-полтора. А квас как делается, не подскажете? По болту, точно так же, как делается из всего остального. Ага, просто вместо... Не знаете, вместо, скажем, вместо чистотела вы используете листья хрена. Естественно, его надо порвать, мелко-мелко порвать, лучше порвать, можно порезать, конечно, но лучше порвать, прямо вот в квачки. И вот почти полный стаканчик, две трети стакана, прямо так плотно положить, это будет порция. На три литра воды, на три литра воды, как вы помните, стакан сахара и, да, чайную ложку сметаны. Две трети, угу, всё понятно. Точно так же. А вот эти вот примочки из корня лопуха? Сейчас, секундочку одну. Значит, по поводу корня лопуха, тогда, когда вы используете хрен, корень лопуха не нужен. Не нужен. Понятно. Потому что много, это первое. А во-вторых, тут ситуация и так не, да и врачам-то до сих пор, как бы с точки зрения физиологии, не очень понятная. А второе, что вы должны сделать, значит, к вашим хренам понятно? Понятно, понятно. Второе, в обязательном порядке, в обязательном порядке это вообще надо ввести на постоянной основе. Это не значит, что надо каждый день обязательно есть. Но есть, естественно, перерывы, когда вы устали от этой еды, например, вот там, какого-то блюда, устали просто. Ну и прерывите, отдохните от него, не используйте. Когда вот возникает вот такое чувство внутреннее у человека неприятия какой-то еды, я не хочу этого никак, не хочу. Значит, ему не надо, у него всё есть, то, что есть в этом блюде. Я имею в виду творог Будвик. Да, но мы едим с ней это тоже. Да, обязательно. Что вы кладёте туда? Льняное масло и немножко сахарку. И всё, больше ничего не нужно. Категорически сахар нельзя. Да. Шесть столовых ложек, шесть столовых ложек творога, три столовых ложки льняного масла, и никакого сахара, никакого сахара, никакого варенья. Вы что? Ну, мы с ягодами иногда делаем ей. Ягоды какие, с сахаром варенье, что ли? Нет, замороженные, свои ягоды. Ну, прекрасно себе, ягоды кладите, а вот сахара нет. Лучше чайную ложку мёда на всё это дело немножко. Мёда, да, можно. Понятно, да? Угу. А вот это надо, замечательно, в это время, это всё очень просто делается. Вот, вы делаете скипидарные ванны. Вот я поэтому хотела звонить, уточнить, вот в обострённый период можно, да, скипидарные ванны делать? Конечно. Ножные, да? Почему же ножные? Целиком. А, целиком? Хорошо. Вы в городе живёте? В городе, в городе. Угу. Теперь смотрите, пожалуйста. Вы уж извините, ради бога, но я вас немножко ещё помучаю. Елена, как вы считаете, а что там такое произошло, что вот такие вот боли, особенно в суставах, правильно я понимаю? Ну, я думаю, подразумеваю, что кровообращение нарушено. Кровообращение нарушено. Замечательно. Что нужно сделать? Усилить его, чтобы приливала кровь к органам. А каким образом? Ну вот, скипидарные ванны, как раз они, наверное, к этому это стимулируют это кровообращение. А тогда зачем вы у меня спрашиваете? Просто у неё постоянное вот воспаление. Я просто думала, все вот эти ванны делаются, ну, как-то в спокойный период времени. А вот когда вот воспаление само вот идёт, вот меня вот больше всего вот это интересовало. Можно в этот период ванны делать? Можно. Теперь скажите мне, пожалуйста, для чего нужен вот этот вот творог бобик? Вы простите, ради Бога, что я вам задаю эти вопросы, но как это называется? Ведь когда ты даёшь рецепт какой-то, или какую-то даже мини-программу составляешь, надо, чтобы человек понимал, для чего это делается, и для чего бобик. Ну, я понимаю так, что это для лучшего проника... Это, ну, укрепляет стенки сосудов. Для того, чтобы в организме был кальций. Понятно? Понятно. Для того, чтобы в организме был кальций. Это второе. То есть кальций, который придёт на помощь нашим костям и суставам. Понятно? И его не должно быть много. А вот почему вот это вот количество, 6 столовых ложек, или 3 столовых ложки, это как бы вот количественный состав. Ну, там ещё добавляется по рецепту, оригинальному рецепту Дюхана Баби, Будвиг, добавляется чайная ложка размолотого корня, размолотого льна. Да, размолотого льна. Можно её добавлять. Ну, можно не добавлять, не добавлять. Можно добавлять отруби. Но это обязательно нужно делать тогда, когда у кишечника, в кишечнике есть всякие проблемы. Есть у вашей мам проблемы? Есть, есть. Какие? Ну, вот запоры у неё, у неё стул. Голобушка, вот голобушка. Раз в два дня. Вот теперь и думайте. Вы сейчас начнёте работать с вашими, с тем, чтобы вот суставы не болели, да? Ага. А с кишечником что будете делать? Ну, мы с ней отруби с кефиром принимаем. Лак, это как ваш, бифидомбактерин, что ли, как он называется. Она тоже принимает, пьёт. Препараты. Угу. И очищение. Сколько она воды выпивает в день? Сколько воды выпивает в день? Сейчас хорошо, уже 2 литра. А дошли мы до 2 литров, пьёт 2 литра воды. Значит, в первую очередь, сколько раз в день, секунду. Так, Ирина Ивановна, слушайте меня, пожалуйста. Значит, с водой. Будем считать, что всё нормально. Пожалуйста, сколько раз в день ест? Также 5-6 раз в день кушает. 5-6 раз в день, понемножку. Понемножку, угу. Да, сорбеты какие принимают? Так, лактофильтром мы с ней пили. А что это, лактофильтром? Да. Да, что это, это вам доктор посоветовал? Да, с бифидом, там с лактобактериями, там нам сказали, что кишечник... Ирина Ивановна, они не усваиваются ни черта, эти бактерии в лактофильтроме. Они, вы сегодня съели эту капсулу, они работают, эти бактерии. Понимаете, вы себя привязываете к этому препарату, привязываете. Потому что сегодня вы его подменили, завтра его уже нет, его уже нет. Понимаете, на завтра, на завтра, снова принимают лактофильтром. А вы можете принимать сколько, неделю, месяц, на сколько вам назначили? Неделю, три раза. И всё? Да. Значит, полстакана кефира. По вашему мнению, порекомендуете? Полстакана кефира. Место принимать? Полстакана кефира. Столовая ложка отрубей. И 20 капель хилокфорты. Ага, понятно. С учётом того... Это на вечер нужно принимать? Нет, два раза в день обязательно. Понятно, хорошо. Вот утром, когда вы встаёте, день начинаете, пожалуйста, вот с этого, с этого, с этого, с этого день начинаете вообще. С кефира или с творога? Нет, вот в начале. Знаете, давайте мы сделаем так. А вот этот самый будвиг, рецепт, когда вы утром, там, ваша мама ест его, этот творог, вот в этот творог, пусть добавят, да, вот когда ест, пусть добавят до столовой ложки, десертную ложку отрубей. Хорошо. Ну, например, рецепт, чтобы не искать. Они, по крайней мере, аптечные, можно доверять чистоте. Да? Рецепт, десертную ложку, и добавляете 20 капель хилокфорты капли. Хилокфорты. Понятно. Понятно? Пожалуйста, через 2 часа после завтрака принимаете. Но можно без будвиг. Отдельно, вот 100 грамм кефира, да? Вот туда 20 капель и десертную ложку отрубей. Отрубей, да? Отрубей. И, пожалуйста, через 2 часа после еды, после обеда, после обеда. Угу. Хорошо? Хорошо, хорошо. Теперь, с сосудной, конечно, дело хорошее. Для чего нужен хрен? Он для этого достаточно мощный и противовоспалительный. Но самое главное, он так потихоньку, аккуратно налаживает взаимоотношения внутри кишечника. Потому что, в первую очередь, те проблемы, которые сложились у вашей мамы, они связаны ещё и с интоксикацией организма. Это то, что называется хронической интоксикацией, которую имеют практически все 100% людей в нашем мире. Но, к сожалению, великому от этой интоксикации просто не обращают внимания. Ну, голову ведь не кружит, ведь не падаем от отравления. Только в крайних случаях. А так-то ничего. Поэтому сорбент принимать обязательно. А какой подсорбент? И вот здесь очень-очень-очень такой трудный момент, потому что надо принимать сорбент естественно. Обязательно сочетай его с этим створогом бадвик, будвик. Потому что вы принимаете будвик через 2 часа после еды, правильно? Ага. После завтрака и после обеда. А сорбент вы должны принимать вне еды. Поэтому давайте вы запишите для себя сорбент принимать за час до еды. Ага. Перед обедом. Ага. И перед ужином. И на ночь. И на ночь. Хорошо. Понятно, да? Всё-всё понятно. Ага. Вот это мы с вами всё согласовали. Давления нет, значит, ванны у вас скипидарные на самом деле нужны. Скипидарные ванны смешанные. Правильно? В равном количестве жёлтое и белое. Ага. Так же по 5 грамм, да? Да. Как по 5 грамм, не понял. Ну нет, 5 грамм белый, 5 грамм жёлтый. Ну, а начальное количество какое? 5 чайных ложек. 4 чайных ложки одной, 4 чайные ложки другой. Получается 20 грамм плюс 20 грамм, 40 грамм всего. Понятно? Понятно. И строите вот так. Вы сколько лет маме? 68. Значит, смотрите, пожалуйста. Здесь вам нельзя ошибиться вот в чём. Первую ванну провели, температура понимает, знаете какая, да? Да, от 39 до 40. Кто это сказал? Ой, 37-38. Я ошиблась. 37-39. Вот в ситуации вашей мамы 37-39. Понятно? Оставляете 3 ванны. Понятно. При этой температуре 3 ванны. Ага. После этого поднимаете температуру на 1 градус. 37, ну, скажем, 38. 38. Да, и 40. Потом поднимаете и снова 3 ванны. Ага. И после этого поднимаете температуру ещё раз до 41. Ага. 37-39-41. Два условия, которые надо соблюдать при проведении. И тоже 3 ванны. Ну, теперь уже до конца. Вы просто, дальше просто прибавляете по одной чайной ложке жёлтую-белую эмульсию. Ну, скажем, хотя бы до, там, 12-16 чайных ложек жёлтой и 12-16 чайных ложек белой. Понятно? Угу. Хорошо. Пожалуйста. Значит, с температурой понятно? Ещё одно условие какое? Пропотеть обязательно должно? Да, обязательно после ванны, обязательно, как можно быстрее лечь в постель. Ага, ага. И обязательно померить температуру. И до ванны, на первых порах, и до ванны, и после ванны. Вообще, по идее, каждый раз. Потому что температура должна повышаться, температура тела должна повышаться на градус полтора. Угу. Понятно? Понятно. Угу. Обязательно. И чай обильно допить? А? И смородина. Чай с смородиной тоже обязательно попить? Нет. Мы с вами договорились, квас поболотовый сделаем, да? На хрени. А сейчас вы добавляете перед каждой едой, буквально перед каждой едой, вот, значит, 100 грамм, нет, давайте так, одну треть стакана отвара корня лопуха, нашего, отвара корня лопуха, одну треть перед каждой едой. Одна треть стакана. А в течение какого времени? В течение месяца. Хорошо. Понятно, это параллельно с вот этими баннами. То есть, в данном случае корень лопуха помогает желудочно-кишечному тракту, в первую очередь помогает поджелудочной железе, нормализует эти вот соотношения, помогает детоксикации организма. Понятно? Угу. Надо переходить на хрен обязательно. Хорошо, хорошо. Потому что хрен как болеутоляющий, как противовоспалительный. Ну, вы сейчас, если найдете где-то сухой лист корня лопуха. Понятно? Понятно, все, спасибо. Ну, вот таким вот образом, вот так. Да. Угу. И прикатор кузнецову, пожалуйста, то, чего бы хотелось. Угу. Да. Можно вас еще уточнить? Вот сорбенты и хрен, их можно вместе или надо как-то ссорбенты никогда ни с чем не надо совмещать. Ссорбенты и никакие другие продукты совмещать не нужно, да, потому что сорбенты – это вещества, которые связывают и выводят из организма. А мы с вами, даже хрен, даже корень лопуха, да, даже любое, мы едим не для того, чтобы вывести из организма, а для того, чтобы, наоборот, он усвоился. Понимаете? С сорбентами смешивать ничего нельзя. Анатолий Летимович, я вам неправильно рассказала, не смешивать, а вот принимать сначала сорбенты, потом корень лопуха или можно совмещать. Ну, утром сорбенты, в середине там корень лопуха. Ирина Ивановна, Ирина Ивановна, одну секунду, давайте так. Так, к сожалению великому, у меня сейчас заканчивается время, я не успею ответить на ваш вопрос, поэтому вы не кладите трубку, а через пять минут начнётся снова, и я выйду на вас, хорошо? И буду отвечать дальше. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова